Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Вот уже две передачи к ряду. Мы беседуем о трагических событиях начала XX века в нашей стране, о событиях революции и о том, как в эту революцию вошла церковь. Мы говорили о том, как у нас развивались дела в Самарской епархии, поговорили в прошлой нашей передаче о Поместном соборе 1917 года и поставили в некое многоточие на очень печальной фразе, что это собор не сбывшихся решений. И говорили мы в прошлый раз, в прошлой нашей передаче о том, что главная цель созыва собора 1917 года – это укоренение полнокровной соборности в церковной жизни. Сегодня вновь у нас в гостях отец Максим Кокарев. Здравствуйте, батюшка! Добрый день, дорогие друзья! Ну вот сегодня очень сложная тема, очень сложная для осмысления и сложная еще и потому, что есть ощущение, что она не совсем находится в фокусе внимания мирян современных, нет этого запроса у людей, которые переступают церковный порог. Мы хотим поговорить о соборности, о том, чего хотели, чего ожидали люди в 1917-18 году, когда был собор, когда некое все-таки было воодушевление. Это уже потом весь флер романтический сошел на нет, когда поняли, что, в общем-то, ничего не поменялось, а может быть, даже все еще куда ухудшилось положение церкви, в частности, людей интеллигентных, людей верующих, некой элиты и духовной, и интеллектуальной. Так вот, какие-то ожидания были, были какие-то проекты, было желание вот этот вот проржавевший корабль, который долгое время стоял, 200 лет стоял, на якоре сдвинуть, и вдруг все закончилось, к чему мы подошли сейчас? Вот об этом сегодня мне хотелось бы поговорить, но прежде чем говорить вот в контексте истории нашей церкви и нашей страны, давайте, может быть, нашим дорогим мирянам, и, может быть, не только мирянам, может быть, нас и священники в том числе смотрят, напомним о том, почему особый уклон в символе веры мы делаем на том, что церковь должна быть соборной. Мы веруем во единую соборную апостольскую церковь. Вот на единстве и на соборности почему делается такой особый акцент? Ну, надо сказать, что здесь, если мы говорим о символе веры, надо понимать, что здесь немножко разное понимание зависит от языка. Это мы говорим соборной. И в славянском, вернее, символе веры. В попытках русского перевода, которые мне попадались, вот даже последняя книга Владыки Лариона Алфеева под его редакцией, где литургия параллельна на русском, на славянском языке, вы, может быть, видели, там это слово переведено, там по-славянски символу веры, там соборная стоит, а по-русски там стоит не соборная, вселенская. Потому что там кафолон, вообще слово, да, то есть по всему. То есть вообще-то можно перевести как вселенская. Но как раз мне кажется, что наш, вот как раз славянский перевод, он как раз позволяет говорить о таком измерении церковь, как собор. То есть понятно, что она вселенская, и вообще нет у нее границ, да, не в этом. Ну, в этом смысле, если посмотреть с культурологической, даже философской точки зрения, то, в общем-то, Христос нас пришел и научил вселенскому масштабу воззрения. То есть христиане должны быть едины не только на приходском уровне, но и на общецерковном, и вообще на... Да, конечно, это христианский такой универсализм. Вот, поэтому слово вот это кафолическое, которое там стоит, вот его переводят там на русском, например, как вселенское. А на славянском там стоит соборная, действительно. Здесь такой вот два разных смысла. Мне кажется, что оба они абсолютно важны одинаково. И вот как раз наша славянская сила веры подчеркивает как раз вот такую соборность не только и не столько в смысле вселенскости охвата, сколько вот в особенности устройства. И мы всегда говорим о том, что всегда именно такой особенностью восточного, устройства восточной церкви, в отличие от западной, где очень сильно стали рано проявляться такие монархические идеи, да, и примат бабства. То есть на Востоке такого не было. На Востоке все-таки сохранялась, уж там идеально, не идеально, но сохранялась такая, такой подход к экклезиологии, к учению о церкви, да, вот соборной, что во голове церкви в конечном итоге стоит не один какой-то человек, не один патриарх, а даже не все вместе собранные патриархи, да, а вот ну как долго, в многие века был Вселенский собор, да, где, кстати, тоже были не только иерархи. На Вселенском соборе мы видим, были простые монахи, ну это видно здесь даже те, кто подписывал постановление Вселенских соборов, и это было немаловажно. То есть считалось, что должны подписать не только эти епископы, кто по сути, так сказать, приемники апостолов и главы, но и даже те последние монахи, которые, так сказать, да, там, или, а иногда не епископы, а какие-то другие там клирики менее высокого масштаба играли определяющую даже роль, но вот Афанасий Александрийский, когда он выдался на первую позицию, он был еще не епископом, он был еще, значит, архидиаконом своего епископа Александрийского. То есть вот нельзя сказать, что... А если я не путаю даже на нашем, вот на этом поместном соборе 17-18 года, обсуждался вопрос, можно ли избрать патриарха из мирян. И, в общем-то, решили, что, в принципе, можно. Можно, да. Потому что никаких запретов, если человек по другим параметрам подходит, если он церковный, если он образованный, если он... Я вам скажу больше, даже были конкретные кандидатуры на соборе, вот, но потом, правда, решили, что в этом случае, да, пока, на первый раз, а то первый опыт избрания патриарха, там, за 200 с лишним лет, решили пока этот вопрос оставить. А была кандидатура Самарина, например, из-за него были голоса, не много, не так много, но, то есть, была реальная кандидатура мирянина. И вот, и были кандидатуры женатого священника, там, значит, ну, потом тоже отвелись, а остались епископы. То есть, это вообще чисто русская традиция, что епископы избирают только из монахов. Общая православная традиция, что он не должен быть семейным, то есть, да, ну, то есть, чтобы не делить, скажем, заботы о церкви с заботой о семье, то есть, епископы, да, это есть, но нигде не написано, что он должен именно принимать монашеские обеты. То есть, если он, там, вдовый, тоже, там, если он священник, там, или он целебатный, или он мирянин, ну, тоже не обремененный, сказать, с браком, это да. Так вот, вот эта изначальная соборность, которая была, она была. И если мы посмотрим на историю церковного управления, то, да, епископ глава церкви, да, епископ преемник апостола, да, епископ во главе епархии, но все, там, весь, там, ранний период истории церкви он не управлял вот совсем единолично, да, это не было такой монархией. Мы везде встречаем такое явление, как Пресвитерский совет, да, там, Пресвитериум древний, что он привлекает и пасту свою к соуправлению. Понятно, что это не меняет иерархичность структуры церкви, да, как бы не становится с ног на голову, но и абсолютной монархии, где он не считается с мнением пасом, тоже никогда не было. И выражалось это в первую очередь в том, что главное, вот то, за что боролись на соборе, и что было главным, наверное, это был самый такой сложный пункт обсуждения. Потому что у нас было, в последние несколько столетий до соборных было утрачено такое явление, как выборность. То есть в древности епископы выбирали. То есть почему, мы говорили в одной из наших передач, что он обручался навсегда, что не перемещали. Почему? Потому что вообще-то это было обручение с известным человеком. Это не когда тебе прислали кого-то, ты не знаешь кого, а эта паста выбрала себе самого достойного, как она посчитала, и его, так сказать, дорогу полагают. И потом, во-первых, это тогда и снимает некие претензии со стороны пасты, вы сами выбирали. То есть какие могут быть вопросы? Вы же выбрали себе этого епископа, извините, будьте добры с ним уметь жить, так сказать, слушаться и так далее. И вот на соборе было две очень четкие такие партии, конкретно на том отделе, которым я занимался, и прохиальным управлением. То есть как выбирать, откуда будут браться дальше епископы в церкви. Если до этого они назначались синодом, вернее, даже не синодом, сказать точно, советской властью. Потому что император в конечном итоге назначал епископа до 1917 года. Синод давал ему три кандидатура, а император говорил, вот этот. А иногда даже император проявлял инициативу, если он считал кого-то достойным. То есть это нельзя назвать в полной мере каноничным способом воспроизведения епископата. И понятно, что он не мог быть так, и императора уже не было, и синод уже ту роль не играл. Вот кто будет, откуда будут браться теперь епископы, как будет реализовываться эта соборность. И две достаточно внятные тенденции. Те, кто, скажем так, побаивались демократизации и роли, так сказать, простых лириков эмирян, говорили, что должны епископы... То есть, во-первых, уже ни у кого не было сомнений, что должны выбирать, кстати. Про назначение даже никто не говорил. Должны бы выбирать. Но кто? Вот, скажем так, более консервативная группа считала, что выбирать должны епископы округа. То есть собираются епископы округа. А вдовела одна из епархий в этом округе. Забрались епископы, посмотрели, кто из клириков достоин. Или, может быть, даже измерили одну вдруг. И сказали, ну, это должны быть епископы округа. А другая, так сказать, группа, на которых можно слово назвать либералами, они наставили на том, что это должна быть при участии епископов. Без их ведома тоже нельзя. Они как бы, да, духовная власть в этом округе. Но, в первую очередь, должно учитываться мнение пасты в этой епархии, вдовствующей. Они собрались, они, может быть, предлагают кандидатов, а епископы округа оценивают все-таки этих кандидатов с канонической точки зрения. Там, святость жизни или чистота жизни, да, там, достоинства. И, собственно, последнее, но последнее, аксиос, должно звучать в конечном итоге от паства. То есть, потому что с паства и потом жить с этим епископом и так далее. Для наших телезрителей слово аксиос... Аксиос достоин. Это такое конечное, по-гречески аксиос достоин, это конечная констатация того, что вот человек, да, избран, достойный, все, и он рукополагается. И, собственно, собор принял мудрое взвешенное решение, на самом деле. Тафор, они за нее долго бились, вот эти две, скажем так, партии. И, на самом деле, мы сейчас не всегда себе представляем, но документы, на которые мы сейчас редактировали, они это показывают, насколько иногда это были горячие обсуждения. Вот, например, в соборе в отделе аепархиального управления, в один момент, когда они нашли общего языка, все епископы встали и вышли. Хлопнули дверь и ушли. Сказали, мы вот так вот заседать не будем, кроме двух. То есть, там, 14 человек ушло. То есть, заседание не состоялось. Остались одни калилии, священники, миряне. Они не захотели заседать под руководством... Там был председатель, епископ, и зам его мирянин. Известный очень, кстати, святой, прославленный мученик Илья Громогласов. Профессор, канонист, он сейчас прославлен великих святых. А тогда он был, так сказать, сидел в президиуме. И вот, когда епископ не смог приехать, и надо было заседать под председательством мирянина. Ну, некоторых епископов, многих это задело. Как раз они должны были решать самые важные вопросы. Как мы будем решать важнейшие вопросы апархиального управления не под председательством епископа. Немножко поспорили и ушли. Но надо сказать, что все-таки люди все были в высшей степени интеллигентные, умные. И на следующем заседании нашли общий язык. То есть все решили, что... То есть продолжили. Все понимали, что все трудятся на общее благо церкви. Там были, конечно, может быть, у кого-то личные сугубо амбиции. Но все их умели как-то. И они пришли к такому выводу, что да, выборы должны совершаться и с участием пасты, и с участием епископов в округе. То есть должны учитываться и пожелания этих, и воля все-таки власти епископской. И, собственно говоря, это выражалось не только в избрании епископа, а и в том, кто потом ему будет помогать. То есть в соуправлении. Весь вопрос соборности на таком епархиальном уровне выглядел так. Причем никто не сомневался, что у епископа должны быть помощники, клирики и миряне. Весь тонкость вопроса была в масштабе их полномочий. И вот здесь тоже вот эти две партии. Это консерваторы и либералы условные. Консерваторы говорили, что пускай будет некий епархиальный собор пополам, там, из клириков и миряна, или не пополам, клириков больше, ну, по-разному, разные схемы прилагали. Но у них может быть только голос совещательный. Епископ совершенно не обязан их слушать. Он может вообще все по-своему сделать. Он может послушать, проконсультироваться, такой чисто консультативный уровень. И были, ну, более условно назовем их либералы, которые считали, что нет. В каких-то делах, в духовных, в канонических, тем паче, в вероучительных, епископ, конечно, он власть абсолютно, он преемник апостолов. А в делах учительных, хозяйственных, юридических, вот их очень много, миссионерств, то есть каких-то социальных, благотворительных учреждений. Здесь у клириков и мирян, которые помогают епископу, ну, в органе в неком, в епохиальный совет, у них должно быть право решающего голоса. И если епископ с ними не согласен напрочь, если просто так случилось, что они вошли в полное противоречие, то он не имеет своей, как бы, воли, да, вот просто настоять. А тогда это дело переносится в высшую инстанцию. Все это нормальная практика. Если они никак не смогли договориться, слово остается за собором епископов округа, допустим. То есть на рассмотрение на кто-то, это нормально. Дочка, я прошу прощения, а вот насколько вообще мирянам было интересно участвовать в этом во всем? Тогда еще да, по той причине, что это были другие немножко миряне. Если мы сравниваем с современной ситуацией, конечно, это люди были гораздо более церковные и понимающие, как все это устроено. И, ну, может быть, не все. Понятно, что были, тогда тоже были очень разные люди, и особенно вот это уже последнее предэволюционное десятилетие, разложение пропаганды, большевистское, не только, да, вот какое-то такое, оно давало свои плоды. И поэтому, когда, кстати, вот консерваторы, они чем пугали, может быть, своих оппонентов? Они говорили, ну, смотрите, выбирайте епископа. То есть соберутся клирики еще, ладно, клирикам еще можно худо-бедно доверять, но соберутся еще и миряне. И кто из мирян соберется? Верные чадо церкви? По-настоящему верующие искренние христиане? Или, как они тогда уже часто использовали в полемике, слово в кавычке выбрали «товарищи». Ну, придут товарищи, да, они формально крещеные, они могут участвовать. То есть вот граница, кто должен участвовать в этих действиях, выбрать, кому доверять. И там тоже же не, так сказать, неволюнтарически решали. Там пытались границу это нащупать, чтобы не всех просто по факту крещения допускать. Вот я живу в этом приходе, я пришел и хочу участвовать в выборах священника. Там не только написано. То есть тогда хотели использовать этот критерий, посмотреть человек вообще сколько лет назад пречащался. Хотя бы так, это тоже о многом не говорит. Но если человек десятилетия вообще ввел в жизни церковной, то есть поставить некий фильтр, некий ценз. Вот таких вообще нельзя допускать до выборов. Он крещеный, конечно, когда-то в детстве, ну, как сейчас у нас очень многие, но к церкви он имеет отношение, мягко говоря, касательное. И вот это очень тонко. Вот как, кого допустить, кого считать активным членом прихода, кого считать, условно, практикующим христианином, и кому доверить избрание священника или даже епископа, ну, опосредственно, там, делегатов избирать, наибортиральный сест. То есть, а кому надо сказать, что, извини, ты, конечно, крещеный, ты здесь живешь, потому что рядом с храмом вообще живешь в селе, там, да, но поскольку ты не был там 10 лет у причастия в исповеди, ну, вот, наверное, это сложно, но пытались найти вот эту грань, пытались. И это до сих пор актуально. Вот сейчас кто? Сейчас, если мы говорим о том, что можно попытаться какие-то вещи, проговоренные сто лет назад, попытаться, да, воплотить в жизнь. Но это еще сложнее, чем тогда. Ситуация с активностью, так сказать, не то, что мирян, клира даже. И клирикам, вот сейчас скажи, что у них будет право как-то участвовать там в избрании епископа, и, так сказать, кто и как к этому отнесется, кто готов к этому, да. Я уже, так сказать, молчу, потому что сейчас у нас понятие прихода. Тогда хотя бы вот уже какой-то ценз был, то есть человек не мог прийти с другого конца города, прийти в этот храм и здесь выбирать священника. Потому что город был, что, была карта, город был четко поделен, было понятие прихода, прям по улицам. Вот эта сторона этой улицы, это к этому храму, а вот эта сторона этой улицы к этому. И человек не мог, то есть он прихожар, если он по этому адресу живет, он прихожар на Петропавловского храма, но никак не Покровского, допустим, да. И, то есть, хотя бы уже ограниченный, географический ценз был. Но пытались найти еще и духовный ценз. Потому что, мало ли, что ты здесь живешь, и ты крещеный. Ты, может быть, враг церкви. По убеждению, так сказать. Поэтому этот вопрос тогда даже не был до конца решен. И, кстати, выбранность священников, приходских обычных, собор так и не принял. Это вот парадокс. Выбранность священников они отклонили, а выбранность епископата оставили и утвердили. Но риск того, что придут товарищи, он был, почему, был реальный. Они приходили в это смутное время, когда собирались епархиальные собрания в 17-м году. Часто туда приходили люди с красными бантами и говорили, нет, вот этот реакционер, значит, он тут при царе такой говорил, мы этого не будем служить, того не будем. И такое было. Они не из головы это брали. Они приезжали на этот съезд, на этот собор. А у нас епархия такое творится, там, откуда они приезжали. Один прям, меня выгнали. Меня просто, я заседал, я был членом епархиального совета, Мирянин, такой Розенов из Томской губернии. Он пишет, его письмо, как раз один из документов. Он пишет письмо. Пришли представители местного, значит, это еще не большевики, это лето. Это представители местного комитета временного правительства, комитета народной власти. Во главе с каким-то, значит, прапорщиком, который сказал, что так, вот это вот убираем, это выбираем, осажаем значит, крестьян наших, из бывших ссыльных, там, то есть, в президиум. То есть, абсолютно под дулами винтовых, собственно говоря. То есть, такие вещи были. И понятно, почему понять консерваторов тоже можно. Оно, как бы, да, с одной стороны, верило соборностью, так сказать, и какой-то вот такой, более активным участием клира и мирян. А, с другой стороны, а кто придет? Кто будут эти люди? И не будет ли от них хуже? А рассматривались ли какие-то формы воспитания, собственно говоря, мирян, чтобы из товарищей они переходили в раздел братьев и сестер? Это такая тонкая материя, что они, это, ну, то есть, они бы не успели поговорить даже об этом. То есть, они просто как бы определяли существующую проблему, что она есть, а чтобы перевоспитать, это, ну, настолько долгий процесс. Там же надо было решать здесь и сейчас. Они решали судьбы церкви, как она будет жить в следующие годы, буквально после собора. Там никто, не было времени откладывать это, а воспитание процесс очень долгий. Они исходили с того, что сейчас, ну, вот, то есть, они делились на тех, кто, скажем, все-таки доверял и считал, что товарищи особо и не пойдут. Ну, может, им это не очень интересно вообще, так сказать, как церкви, а вообще люди не церкви. Если пойдут, то мы их отсечем хоть по каким-то, ну, потому что перевоспитывать, это отдельное, так сказать. Нет, понятно, что очень много говорили вообще о том, в каком состоянии общества и о каких-то возможных мерах, но конкретных планов по перевоспитанию товарищей нет, не до этого было, на самом деле. Ну, тогда, может быть, немножко о современном состоянии дел. Вот я, когда к своему тому писал вступительную статью вот к документам епархиального отдела собора 1917 года, конечно, там любая статья, она подразумевает предысторию и, в общем, рецепцию постановления собора. Потому что епархиальный отдел, он вынес, он создал достаточно такую струйную систему епархиального управления, где есть и епископ, где есть епархиальные собрания, епархиальный совет, из клеиков и мирян, тоже выбор выбранный, который помогает епископу и так далее, и так далее. Но вот это все воплотить, вот прямо в этом виде, в котором времени, на это уже практически не было. Они существовали и все закончились в лучшем случае к 1921 году. То есть вот эти органы, которые запроектировал собор, попытка их создать была. И тогда еще были не все посажены и расстреляны. Были активные миряне и все. Но сначала закрыли старые консистории, старого образца, в 18-м еще, старые режимные, так сказать. К весне 18-го во всех епархиях практически конфисковали здания консистории, как и у нас. Бумаги все передали, метрические книги в ЗАГСы созданные, то есть как бы разделили обязанности, а сами консистории закрыли. Но была попытка создать уже на основании постановления собора новые органы, епархиальные советы при епископах, но их тоже разогнали всех в 1921 году. Насколько я понял, после 1921 года уже все. Вот то, что планировал собор, воплотить тогда не удалось в силу целого ряда обстоятельств и в первую очередь от церкви независимых. То есть в советской власти была не нужна отстроенная, выработанная вот эта система, чтобы церковь зажила новой жизнью, чтобы в него, так сказать, да, как бы обновление-то произошло, то есть оно взяло курс на уничтожение. Поэтому зачем ему давать, значит, какие-то, вот. Поэтому потом отдельные спорадические попытки создать вот такие советы при епископе и как бы возобновить, причем на тех же основаниях эту соборность были. Например, отец Павел Адельгейм в своей книге пишет, что когда он был совсем-совсем молодой священник в начале 50-х, в Ташкентской эпохи, там функционировал такой собор, совет епархиальный при епископе, где были, я так понял, священники, даже миряне, какие-то вот грамотные, так сказать, верующие люди, которые еще в советское время стали, а там-то их было много, туда ссылали, там их как бы хватало, в общем. Но это были единичные какие-то случаи, потому что в целом советская система ну никак не располагала. И к этим вопросам мы вернулись, ну, чуть ли не через сто лет. Впервые по-настоящему стали хоть как-то это обсуждать в 1988-м, когда тысячелетие Крещения Руси хоть какое-то повеяло освобождением церкви. И в уставе нашем, который тогда создавался, это, собственно, первый полноценный устав церкви после вот всех этих, был в 45-м году, он это такой, очень краткий и лаконичный, это временный такой устав, в котором мы жили, это в 45-м по 88-м. И в принципе, и в уставе 88-го года, и в нашем ныне действующем уставе, который тоже чуть ли не каждый год пересматривает, ну, дополняется, как-то редактируется. Сейчас уж он 13-го года считается редакцией, или 14-го, ну, все, с последними дополнениями, не помню, 13-го. Не помню. Там, в принципе, понимаете, тут такая история, там, как бы, в теории, многие очень вещи прописаны, которые собор предлагал. Там смотришь, там считаешь, там написано про перхиальное собрание и про перхиальный совет при епископе и так далее. Проблема вся в том, что, то есть, у нас, как бы, нет даже проблем с теоретическим, да, с базой канонической, у нас в уставе многие эти вещи прописаны. Проблема в том, что, как это реализуется. То есть, я, как бы, могу сказать, что, ну, в большинстве епархий, вот в том виде, в котором это было по соборам продумано, да, наверное, пока это еще не, значит, возрождено по той причине, что, ну, по причине, наверное, в значительной степени и неготовности самой церкви, не потому, что это кто-то запрещает. во-первых, отвыкли за советское время, нас всячески приучали к другим формам, так сказать, и вот такой, ну, соборность или какой-то такой демократичность, демократизация такого управления. Но определенные свободы мысли. Да. В советское время это никак не прививалось. И даже епархиальная власть, да, она, в каком смысле, копировала советские образцы управления, там, да, и таки, да, волонтаристские, может быть. И, то есть, опыта такого не было. То есть, у тех людей, сто лет назад, у них был достаточно большой опыт, у них был опыт предсоборных дискуссий на разных площадках, где это только не обсуждалось. Была определенная свобода мысли. А нас за советское время и этого лишили очень много. Поэтому сейчас это очень постепенный, медленный процесс. И вот это то, что произошло у нас с самими приходами, а ведь соборность, она начинается не на апархиальном уровне, а на приходском. Чтобы кого-то избрать на апархиальное собрание, это должны быть приходские собрания. Должен быть активные. Это не один батюшка активный на приходе, это должен быть действительно приход. Это должны быть, ну, приходской совет какой-то, и должны быть действующие. И не на бумаге, но бумага хранится, это все всегда есть. Оно всегда было, и в советское время было, эти двадцатки там и так далее. То есть, ну, двадцатка как бы актив, приход. Но это часто все было чисто в юридической плоскости, в бумагах. Вот сейчас эта проблема есть, и нам предстоит не сверху насаждать соборность. Это можно, легко издать указ какой-нибудь. Завтра там потратилось, все, завтра все начинаем жить по соборному. Срочно. И она на нас, эта соборность свалилась. Нет. Это очень долгий процесс возрождения, собственно, всех таких пластов жизни, начиная с приходского и дальше. Это еще впереди все у нас, наверное. Хочется верить. Спасибо, отец Максим, за крайне увлекательную беседу. С вами, дорогие друзья, мы на сегодня прощаемся. Тема действительно животрепещущая, потому что она требует действительного возрождения духовной жизни на местах. Хватит вставать в позу и ждать в претензиозности, что кто-то что-то сверху должен сделать. Пора что-то делать и на своем уровне. Наша сегодняшняя передача, напомню, выходит в преддверии восьмого зимнего межрегионального слета православной молодежи, который пройдет с 17 по 19 февраля. Эти и другие темы будут там обсуждаться. Приходите. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова